На Зелёном острове с самого утра много народу. В этом парке проводят время не только жители ближайших районов, но и со всего города. Люди прогуливаются вдоль каруселей. Они пока закрыты. Некоторые находят выход для развлечения детей. Раскачивают карусель вручную. По словам Ларисы, так надёжнее, ведь аттракционы старые, а детям хочется прокатиться. Конечно, детям гулять хочется. Давно уже просятся и на карусельки, и на качельки, и общение между детей. Но кто виноват, что коронавирус? Надо ремонтировать, надо новую устанавливать. Я считаю, на этих каруселях ещё я каталась в детстве. Семьи с маленькими детьми тоже вышли на прогулку. Ольга живёт близко, поэтому до парка дошли пешком. Ну, потому что у дома всё знакомо. А здесь вроде бы как вышли что-то новое, с ребёнком погулять. Амичи рассказывают, что у дома гулять негде. Поэтому некоторые надевают маску и отправляются в парк. А работающие жители отдыхают здесь во время перерыва. Ну, около дома маленькая же территория. А здесь и к реке можно, и туда можно. Везде большая территория. И всякие. Просто сейчас ещё закрытое много что. А так здесь-то интереснее. Да что вы! Что вы! Очень ждали! Наконец-то действительно можно погулять, отдохнуть, порадоваться. Около яхт-клуба спортсмены устраивают одиночные марафоны. А любители велоспорта катаются с ветерком. С 4 июня горожанам разрешили заниматься спортом. Многие люди вышли на силовую тренировку. Также открытый парк в Октябрьском округе. Парк 30-летия комсомола сейчас открыт. Никаких ленты, препятствий на входе нет, поэтому люди спокойно проходят на территорию. А мечи приходят в эту зелёную зону покататься на велосипеде или прогуляться. Не хватало. Хоть мы и живём рядом тут вот с парком, есть и другие дворы, но всё-таки пространство для людей – это необходимо. Надо было закрывать. А почему? Ну, потому что людям загулять всё равно, скажем, воздухом дышать. С 12-го числа откроются летние веранды кафе. Работники ждут начала трудовых будней. Мы счастливы от того, что мы начинаем работать. Мы музыканты с парка. Так что, а люди нам названивают, прям все ждут, ждут открытия, прям все ждут. В общественных местах людям нужно держать социальную дистанцию. О группе риска, о мечам старше 65 лет рекомендуют по-прежнему оставаться дома. Самоизоляцию продлили пока до 14 июня. Ирина Сорокина и Юрий Дорошенко, Антенна-7.